Боже, будь милостью ко мне грешному Создавай меня, Господи, помилуй меня Бесчислависто грешил, Господи Прости меня, грешного, и помилуй Достойно есть я, кого истину блажительства Богородицу, пресноблаженную и пренепорощенную Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувиму Славнейшую воистину Серафиму Безысление Бога, Слово, Рожешую и Сущую Богородицу, Те, величаем Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, и пресно, и во веки веков Аминь Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, благослови Воскрес я измертый, Господи Иисусе Христе Бесчастая согрешил, Господи Прости меня, грешного, и помилуй Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины Вездесущий и весь мир наполняющий Источник благ и податель жизни Приди и вселись в нас и очисти нас от всякой скверной И спаси благи души наши Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный Помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, и всегда, и во веки веков Аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззакония наши Святый посети и исцели немощи наши Имени Твоего ради Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, и всегда, и во веки веков Аминь Отче наш, сущий на небесах Да светится имя Твое Да приидет царствие Твое Да будет воля Твоя и на земле Как на небе хлеб наш насущный Дай нам на сей день И прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам наш Мы не веди нас в искушение Но избавь нас от лукавок Ибо Твое и сцарство и синие Слава во веки Аминь Встав после сна Мы преподаем к стопам Твоим благе И ангельскую песню Возглашаем Тебе сильной Свят, свят, свят ты, Боже Моли Твоим, Богородице Помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Спасти ли от Сына Ты поднял меня, Господи Умой, просвети сердце И открою стамой Чтобы воспевать Тебя, Святая Троица Свят, свят, свят ты, Боже Моли Твоим, Богородице Помилуй нас И ныне, и всегда И во веки веков Аминь Внезапно придет судья И деяния каждого обнаружатся Со страхом воскликнем в полность Свят, свят, свят ты, Боже Моли Твоим, Богородице Помилуй нас Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и всегда И во веки веков Аминь Встав после сна Благодарю Тебя, святая Троица Что по великой Твоей милости И долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня Ленивого и грешного И не прекратил жизни моей Среди беззаконий моих Но оказал мне обычное Твое человеколюбие И поднял меня спящего Чтобы пронести Тебе Утреннюю молитву И прославить могущество Твое И ныне просвети мои мысли Чтобы мне поучаться Слову Твоему Вназумевать заповеди Твои И исполнять волю Твою И открою ста мои Чтобы прославлять Тебя В благодарном сердце И воспевать святейшее имя Твое Отца и Сына и Святого Духа Ныне и всегда И во веки веков Аминь Придите поклонимся Царю нашему Богу Придите поклонимся И припадем ко Христу Царю нашему Богу Придите поклонимся И припадем к самому Христу Царю и Богу нашему Псалом 103 Аллилуйя Хвалите имя Господня Хвалите имя Господня Хвалите рабы Господня Стоящее в доме Господне Во дворах дома Бога нашего Хвалите Господа Ибо Господь благ Пойте имени Его Ибо это сладостно Ибо Господь избрал себе Якова Израиля в собственность свою Я познал, что велик Господь И Господь наш превыше всех богов Господь творит все, что хочет На небесах и на земле На морях и во всех безднах Возводит облака от края земли Творит молнии при дожде Изводит ветер из хранилищ своих Он поразил первенцев Египта От человека до скота Послал знамения и чудеса Среди тебя Египет На Параона и на всех рабов его Поразил народы многие Истребил царей сильных Сигона царя Морейского Иога царя Васанского И все царства хананские Я дал землю их в наследие В наследие Израилю, народу своему Господи, имя Твое вовек Господи, память о Тебе в роды роды Ибо Господь будет судить народ свой И над рабами своими умилосердится Идолы язычников серебро и золото Дело рук человеческих Есть у них уста, но не говорят Есть у них глаза, но не видят Есть у них уши, но не слышат И нет дыхания в устах их Подобные им будут делающие их И всякие, кто надеется на них Дом Израилев, благословите Господа Дом Ааронов, благословите Господа Дом Ливиин, благословите Господа Боящиеся Господа, благословите Господа Благословен Господь от Сиона Живущий в Иерусалиме Аллилуйя Славьте Господа, благословите Господа Ибо вовек милость его Солнце для управления днем Ибо вовек милость его Луну и звезды для управления ночью Ибо вовек милость его Поразил Египет в первенцах его Ибо вовек милость его И вывел Израиля из среды его Ибо вовек милость его Рукою крепкою, мышцую простертую Ибо вовек милость его Разделил чермное море Ибо вовек милость его И провел Израиля посреди его Ибо вовек милость его И не зверг фараона И войско его в море чермное Ибо вовек милость его Провел народ свой через пустыню Ибо вовек милость его Поразил царей великих Ибо вовек милость его И убил царей сильных, ибо вовек милость его. Всего на царя Амарейского, ибо вовек милость его. Иога царя Вассанского, ибо вовек милость его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его. В наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость его. Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость его. Избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость его Славьте Бога небес, ибо вовек милость его При веках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе На вербах посреди его повесили мы наши аршвы Там пленившие нас требовали от нас слов песней и притеснители нашей веселья Пропойте нам из песней сионских Как нам петь песнь Господня на земле и чужой Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя Прилип мне язык мой, гортани моей, если не буду помнить тебя Если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего Припомни, Господи, сынам Едовым, день Иерусалима Когда они говорили, разрушайте, разрушайте до основания его Дочь Вавилона, опустошительница Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобое Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста И восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа Ныне и всегда и во веки веков Аминь Восстав от сна и посреди ночи приношу Тебе песнь спаси И припадая к стопам Твои, вызываю к Тебе Не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, спаси меня Владыка, человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе И по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела И я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем И избавь меня от всякого зла в мире, а дьявольского искушения И спаси меня, и введю в Царство Твое вечное Ибо Ты, мой Творец и источник и податель всякого блага На Тебя вся моя надежда И я возношу Тебе хвалу ныне и всегда и во веки веков Аминь Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне рабу Твоему Прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего Удостой мне при свете Твоей истины С просвещенным сердцем исполнять Твою волю Ныне и всегда и во веки веков Аминь Господи, Вседержителю Божьей сил бесплотных и всякой плоти На высотах небесных живущей, озирающей долы земные Наблюдающей сердца и помыслы и ясноведующей тайны человеческие Безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути Ты сам, Бессмертный Царь Прими моления наши, которые мы в настоящее время Надеясь на обилие сострадания Твоего Творим Тебе из нечистых выстав Прости нам прегрешения наши Совершенные нами делом, словом, мыслью, вольно и невольно И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью Прожить всю ночь здесь, в неземной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня Второго пришествия, ненародного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа Когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его Да найдет у нас нележащими и сонными Но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его И готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его И непрестанные голоса торжествующих И невыразимая радость велищих несказанную красоту лица Твоего Ибо Ты истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир И Тебя воспевает все творение в веки вечные Аминь Святый ангел, подставленный блестимой бедную душу несчастную жизни, оставь в негрешном И не отступи от меня за невоздержанность мою Не дай возможности злому демону подчинить мне себе посредством этого смертного тела Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку И выведи меня на путь спасения О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела Прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни Если чем согрешил в прошедшую ночь Но защити меня в настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского Чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем И соделал меня рабом достойным Своей милости Аминь Просвятая Владычица моя Богородица Святыми твоими всесильными мольбами Отгони от меня ничтожного и несчастного раба твоего Уныния, забвения, неразумия, нерадения И все скверные, лукавые, хольные помышления От несчастного моего сердца, помраченного ума моего И погаси пламя страстей моих Ибо я нищий и слаб Избавь меня от многих губительных воспоминаний Намерения, совали от всякого злого воздействия Ибо Ты благословенна от всех родов И Твое прочестное имя славится вовеки Молите Бога о нас, святые угодники Божии Игнатий, Наталья, Ольга, Анатолий, Андрей, Екатерина, Надежда, Татьяна Янис, Сергий, мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего Ибо Ты родила Спасителя душ наших Спаси, Господи, людей Твоих Благослови принадлежащих Тебе Помогая православным христианам Побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего, Церковь Твою Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного Игнатия Батюшка и Акима, родители моих, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей Всех ближних моих и друзей, всех православных христиан Подай им Твои земные небесные блага, не лиши им милости Твоих Посети их, укрепи силы Твои, дару им здравия, спаси мне души Ибо Ты благ и любишь людей Аминь Спокой, Господи, души усопших, рабов Твоих, родителей моих, родственников, благодетелей Всех православных христиан И прости им все грехи, вольные и невольные Дару им Царствие Небесное Со святыми в покое Христе, души рабов Твоих, праосов, отцов и братьев наших Там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий Но жизнь бесконечная Воистину достойно прославлять Тебе, как Богородицу Всегда блаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу Родившую без болезни Бога Слово Достойно большей почести, чем Херувима И несравненно славнейшую, нежели Серафима Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и всегда и во веки веков Аминь Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Молит ради Прочистой Твоей Матери Подобное Богоносных Отцов наших и всех святых Помилуй нас Аминь Боже наш, милостивый Небесный Отец Помилуй детей наших За которых мы смиренно молим Тебя Которых предаем на Твое попечение и защиту Вложи в них крепкую веру Научи их благоговеть пред Тобою Застой их крепко любить Тебя Нашего Создателя и Спасителя Направь их, Господи На путь истинные добра Чтобы они все делали во славу Твоего имени Научи их благочестиво, добродетельно жить Быть добрыми христианами, полезными людьми Дай им здравие душевное, телесное Успех в трудах Избавь их от хитрых козних дьяволов От многочисленных соблазнов От скверных страстей От всяких нечестивых, беспорядочных людей Ради Твоего Сына Иисуса Господа нашего Иисуса Христа По молитвам Его Пречистой Матери и всех святых Приведи их к пристани тихой Твоего вечного царства Чтобы они всегда со всеми праведными Благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном Житворящим Твоим Духом Аминь Господи Божий наш Возри на детей наших Неспошли на них духа премудрости Разума, благочестия Просвети их светом Твоего благоразумия Чтобы они скоро уразумели Освоили изучаемые ими предметы Потребили их на благо Твоей Церкви На пользу ближнего Своё спасение Потому что Ты источник премудрости И Тебе славу возносим Всегда ныне и пристно И во веки веков Аминь Продолжайте, Берон Тихонович Спасибо, Господи Спасибо 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 Благодарю 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 Афангела Диамида Тихона Антуния Мужчинария Акима Павла Геннадия Сергия 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 Василия Иоанна Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, Кирилла Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Тихона И весь священнический иноческий чин И высшивочный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям Мусульманам и буддистам И, наверное, дай еще священника, если угодно тебе, Господи Собери власти воинства их, наведи страх твой на них И через них сотвори благое церкви Твоей Сохрани их от покушения на них Дабы издавали мудрые народы И дали достойно жить людям, дабы было из чего уделять нуждающимся Господи Божий наш, смири сердца правителей Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, Адну Султан И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет И научи нас ценить это мирное время И приготовь землю к великим и грозным испытаниям Грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь Что жизнь нашу продлил И разум сохранил Дай нам желание трудиться Обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобой И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников Сохрани нас в этот день от всякого рода зла и греха И защити нас и селение наше от пожара От воров, от нечистой силы И живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серапима И сына ее, Владимира, дары веру Достави, Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа Пришли добрых жителей, знающих тебя, любящих уставы твоих, с детьми И сохрани школу Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадая Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алеккину Расширь ты делу общее Найду новая душа Спаси и помилуй, Надежду Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию Екатерину, Екатерину, Галину Александр, 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 Сергей, Сергей, Сергей Евгений, Естр, Рахиль, Ирустика найди, обрати Помилуй нас, Господи Валентину, Господи, на угрозы врагов, на их злодейство Господи, Максима, Александра, Александра, Сергея, Виктора Ты их знаешь, Господи, всех Не дай исполниться их злым замыслом И в судный день не помяни их безумия Обрати их на путь покаяния, примирись с нами Посети благодетелей наших Воздаем добром Благослови Елену, Людмилу, Нианилу, Татьяну Евгения, Наталью, Надежду, Юрию, Светлану Слава Тебе, Боже наш Слава Тебе, Ты их знаешь, всех найди и благослови Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря И найди все наше родство, обрати И в Докии, Валентину, Ирину, Татьяну, Марту Нину, Ольгу, Елену, Марью и Татьяну И от романа, Господи, изгони духа лжи Упрямство, не дай ему погибнуть И благослови Виталия, Никиту И даруй духовное рождение И крепость Сибири Посети, Господи, болящих Дай силу перенести страдания безропотно И пошли мы исцеление Валерия благословила, Ориона, Кирилла, Владимира, Надежда Валентину, 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 Татьяну, Татьяну, Татьяну Анну, Александру, Марию, Надежду Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни За друзей и за врагов Ибо по Твоему благоволению Все свое время может оказаться на пользу Аллилуйя Все те благослови путешествующих Раису, Льва, Виктора, Виталия И нас помилуй, милости Твоей я ради Отступников найди, обрати Михаила, Николая, Александра, Юлию Анастасию И болящего Анастасию и младенца Помилуй, спаси, Господи И предстоящую встречу с Алексеем Устрой по воле Твоей, Святой Дабы Ты царствовал во всем Не нам, не нам, но имени Твоему дай славу Аллилуйя Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй нас Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня грешного Слава Тебе наш Бог Иегова А воочи Свят, свят, свят Господь Саваок Вся земля полна Слава Его, Аллилуйя Слава Вышней Богу На земле мир, в человеках благоволение Аллилуйя Благодарю Тебя, Господь, за тот день В который дал мне веру в Тебя Страх пред Тобою И ожидание суда Божия Благодарю Тебя, Господи Божий мой За тот день, который дал мне Святую Библию И указал на толкование святых отцов И на святые каноны церкви Как на истину Аллилуйя Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси нас, Господи И воздай добром всем, кто содействовал Нашему путешествию Восстави Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия Надежду Людмилу Аллилуйя Ангел Христов Хранитель мой святой Моли Бога о мне грешном Благодарю Тебя, Ангела За эту ночь И столько лет Ты хранил И защищал От видимых и невидимых опасностей И угрозы дьявольской Прошу Тебя, мой Ангел Не покинешь смертный час Когда душа будет разлучаться от тела И проведи душу мою по мытарствам И веди ее навеки В вечное царство Христа Бога нашего Аллилуйя Иоанн Креститель, претеща Христов Моли Бога о нас Научи нас, Господи Жить и в бедности Имея пропитание и одежду Быть благочестивым и довольным Никогда и никому не завидовать И не роптать И быть во всем экономным И каждому дару жилье Сергей Гавриил Святитель Христов Никола Мерликийский чудотворец Моли Бога о нас Укрепи народ свой, Господи Дабы не участвовать в бесплодных делах тьмы Но и обличать Моли ты Бога о нас Святые пророки Божии Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон Ио, Авель, Иосиф, Патриархи Едрани, Еми, Амос, Наум Исайя, Иеремия, Варух, Зеки, Иосия, Иаиль, Агей, Сапония, Захария, Малахи Давид, Напан, Данил, Отрок и пророк Михей Авраам, Исаак, Иахов Да исполнен Господь духом пророческим церковь свою Дабы день прихода твоего нашего отшествия Не застал нас неготовыми Но чтобы выше навстречу тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры И сосудами, полными или добрых дел Соделанных в Духе Святом С любовью Аллилуйя Слава тебе, Боже наш Слава тебе Молите Бога о нас Святые Ангелы, Архангелы, Херувимы, Сеарапимы, все небесные силы Крестолу Божьего предстоящие Святые Апостолы, Петр и Павел, Евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн Зарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную А они свидетельствуют о тебе Аллилуйя Молите Бога о нас Святые мученики и мученицы Игнатий Богоносец, Поликамс, Минский, Устин, Философ, Касмай, Демьян, Андрей, Стратилат и Иерон Мученик Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский Георгий Победоносец, Пантелеимон Сорок святых мучеников Царь Николай, Святое Царское Семейство Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб Да укрепит Господь народ свой Дабы никто не приел на чертания зверя Антихриста Анфиму, Вениамину Да и веру у старших родителей За такое ложное воспитание Аллилуйя Молите Бога о нас Святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов Афанасий Великий, Ефрем, Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Хронштадт, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский Филарет и все переводчики Священного Писания Молите Бога о нас Да сохранит нас Господь Святой православной вере А замосты ретюков разруши И в ничто преврати Аллилуйя Молите Бога о нас Святые жены и девы Фёкла первомущен Сапатина, Самаринина, Феврония Вера, Надежда, Любовь Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина Мария Магдалина Мария Египетская Прискилла и Акила Андроника Юния Киприяна Устина Дарует Господь послушание И молчание Соломудрие и стыдливость Женам и девам И сохрани их от всяческого поругания Аллилуйя Исправь не покорилась Галина и семейства Евгений Надежда, Надежда Светлана, Мария, Раисса, Марина, Юлия Людмила и Иоанна И прими нашу молитву Воздеяние рук Как жертву вечерней Благухани Приятное перед престолом Благодати Твоей, Господи И соедини молитву нашу С молитвами всех святых Молящих Тебе на небе и на земле Господи Боже Услыши и исполни Молитву всех Молящихся о нас Во благо нам Дивный Создатель Любящий Отец Небесный Прими нашу молитву О всех заповедавших нам молиться о них Спаси их и помилуй Аллилуйя Говори, Господи, Владыка Слушает и дослышит Рак Твой Рак Твой Аминь Господи, Владыка Живота мою Дух праздностью Ныне Любоначаля Празнословия Серебролюбия Душа целомудрия Смиренно мудрия Терпение и любви Даруй мне рабу Твоему Ей, Господи, Царю Даруй мне зреть И моя прегрешение Я же не осуждать И брата моего Якоб благословен Истей во веки веку Аминь Боже, будь милостив Ко мне грешим Господи, прости Мои согрешения Тайные и явные В уме и в помышлении В воде и в ночи И во все дни Жизни моей Ибо Ты благо Человека любишь Аллилуйя Благодарю Тебя, Господи За милости Твои За продление жизни За свет нового дня Которого никогда Еще не было во вселенной И мы не знаем Что ожидает нас Но учи за все Благодарить Тебя Прославляя Тебя За суды и правды Твоей Аллилуйя Хвала Тебя Слава, счастье, поклонение Отец, сын и святой Дух, аминь Господи, Владыка Живота моего Дух, праздности, уныния Любоначалия, празднословия Стребролюбия Не дожми Дух же целомудрия Смиренно мудрия Терпения и любви Даруй мне рабу Твоему И Господи, Царю Даруй мне зреть И моя прегрешение И не осуждать И брата моего Яко благословен Иси во веки веков Аминь Господу Богу нашему Слава, аллилуйя Доброе утро всем Доброе утро Доброе утро Пока Сергей ищет, что Тут такая переписка завязалась Семенов Переписывается С Алексеем Шахматовым И он уже определенно Все Приедет на этой неделе В субботу И с тобой надо будет договориться Как ты с ним Я ему дал телефон твой Или в аэропорту его встретить Дальше ему сразу Нужно гостиницу Он на дом никак не хочет Значит так И потом вечером Где-то в 6.30 Он на субботу договорился По телевидению На телевидении Как я понял так Мы выступим Не знаю, как это будет выглядеть И так ли я понял еще Ну, так пишут Но уже определенно Я постараюсь узнать сейчас телефон Его скину тебе Чтобы ты связался с ним Так что Субботу должен быть свободен Чтобы сразу встретить Или здесь встретить Где-то приедет В городе Слезет около вокзала Или Ну, не знаю Как-то договориться надо Вот это что я говорю Это я уже им отослал Теперь посмотри По порядку у нас Что там идет К истинному православию В книге От церковной дисциплины Всяческие разговоры В храме Даже шепотом Кавычки открываются Непозволительно Женам Во время Божественной Митургии Глаголати Но по слову апостола Павла Да молчат Не разрешается им Разговаривать Но повиноваться Как и закон Глаголит Если же чему Научиться хотят В дому Своих мужей Да вопрошают Шестой вселенский собор Семидесятое правило Стоглавый собор Четырнадцатый Тридцать восьмое правило Жены в церквах Да молчат Первое Каимфинам Четырнадцатая Глава Тридцать четвертый Тридцать пятый Стихи Далее кавычки Никому из мирян В алтарь Не входить Ладыкийское правило Девятнадцатая И шестьдесят девятая Еще цитата Никому из всех Принадлежащих К разряду мирян Да не будет Позволено входить Внутрь Священного алтаря Но по некоему Древнему преданию Отнюдь не возбраняется Сие власти И достоинству Царскому Когда вас хочет Принести дары Творцу Шестой вселенский собор Шестьдесят девятое правило И женщин В алтарь не впускать Ладыкийский собор Сорок третье правило Хотя бы и монахинь Невзирая ни на чьи благословения В алтарь их не впускать Никогда Ибо даже младенца Девочку в алтарь Не разрешается уносить Шестое Свечи должны быть Чисто восковые Без малейшей примеси Чтобы вы могли Отличать Цитата Чтобы вы могли Отличать Священное От несвященного И нечисто Чистого Неголевит Десятая глава Десятый стих Еще цитата Из Библии И вели Сынам Израилевым Чтобы они Приносили Тебе Елей Чистый Выбитый Из маслин Для освящения Чтобы горел Светильник Во всякое время Негаисход 27 20 Если кто Из притча Или мирянин Из святой церкви Похитит Воск Или елей Да будет Отлучен От общения Церковного И вернув Похищенное В пятеро Да добавит К тому Что взял Ипостерское Правило 72 Еще цитата Священники Ее нарушают Закон Мой И оскверняют Святыни Мои Не отделяют Святого От несвятого И не указывают Различия Между Чистым И нечистым И от Суббот Моих Они Закрыли Глаза Свои И я Уничижен У них Они Должны Учить Народ Мой Отличать Священное От Несвященного И Объяснять Им Что Нечисто И что Чисто И Языки 22 Глава 26 Стих 44 Глава 23 Стих В 28 Житиях Святых Упоминают Свечи И конечно же Только Восковые Как Говорит Святой Серафим Саровский ОТО И Лей Натуральный Не Вазелиновое Масло Новая Скрижаль Страница 43 Симеон Солунский Глава 25 И 134 И Стоглавый Собор 44 И 47 Главы Седьмое Должно Непременно Исполняться На деле Про Возглашение Оглашенные Из Идите И Выходить Им Из Храма Цитата Оглашенный Входящий В церковь И стоящий В чине Оглашенных Обличен Быв В грехе Если Сопричислен Был К преклоняющим Колено Да Не Изведется В разряд Слушающих Писания Оставив Грех Если Же И Пребывая Между Слушающими Согрешит Да Изгонится Из Церкви Неокисарийская Пятая Глава Еще Цитата Относительно Оглашенных И Отпадших Угодно Святому Великому Собору Чтобы Они Три Года Только Были Между Слушающими Писания А потом Молились Соглашенными Первый Вселенский Собор 14 Правило Еще Цитата Кающимся Время Покаяния По Различию Грехов Да Назначается Судом Епископов Пресвитер Ж Безволи Епископа Не Разрешает Кающегося Разве Во время Надлежащей Нужды В отсутствии Епископа На Всякого Жекающегося Если Преступление Его Было Явное И Гласное Смущающее Всю Церковь Да Возлагаема Будет Рука В Притворе Храма Карфагенский 52 Всем Запрещается Опаздывать На Богослужение И уходить До Его Окончания Опоздавшие Верные До Оглашенные Языдите Стоят В Притворе Будь то Члены Церковного Совета Или Певчие На Молитве Стоять Благоговейно Ноги Держать Вместе Не Подгибая Не Оглядываясь Руки Не Держать Сзади Поклоны Делать Правильно Истово В Указанном Месте Не Бесчинствовать Поясной Поклон Должно Всем Совершать Одинаково Будь то Нищий Или Епископ Или Патриарх Вначале Истово Совершить На себе Крестное Знамение Приложив Два Или Три Перста На Средину Чела Затем На Чрево Не На Грудь Как Неправильно Учили Неверты Изображая На себе Перевернутый Крест И на Правое Плечо И на Левое На Плечо Где Оканчивается Рука Ибо Как Правило До Левого Плеча Редко Кто Доносит Руку Правую Радуя Тем Дьявола По Слову Златоуста Неебрежному Маханию Руки Бесы Радуются Персты Должно Полагать Твердо Чтобы Тело Чувствовало Через Одежду Прикосновение Перстов Изображенный На себе Крест Должен Быть Ровный Не Изломанный Когда До Левого Плеча Не Достают Перстами И Только После Опускания Руки Правой Нужно Делать Поклон Поясной Или Земной И Никак Не Раньше Поясной Поклон Должен Быть Такой Чтобы Если Опустить Правую Руку Она Могла Достать До Земли Земной Поклон Должен Быть Полный Когда Голова Колени Оба И Обе Руки Касаются Земли Под Руки Положить Специальный Подружник Или Подходящую Материю Чтобы Чистыми Перстами Касаться Своего Чела Следить Чтобы Малые Дети Не Создавали Шум Или Выносить Их До Времени Прочищения В Специальную Комнату Для Младенцев Священнослужитель Обязан Ясно Обратиться К оглашенным И Вывести Их В притвор Новая Скрижаль Страница Пятидесятая Пятьдесят Вторая Страница Шестая И Триста Пятьдесят Восьмая Члены Церкви Не Должны Вступать Ни В Какие Политические Партии А Принимаемые В оглашенные Должны Выйти Из Таковых Если Уже Вступили Всем Запрещается Клясться Принимать Присягу Хотя Должны Слово Ваше Да Да Нет Нет А Что Сверх Этого То От Лукавого Матфея Пятая Глава Тридцать Четвертый Тридцать Седьмой Стих Двенадцатый Счет Цитата Прежде Прежде Же Всего Братья Мои Не Клянитесь Ни Небом Ни Землею И Никакую Другую Клятвую Но Да Будет У вас Да Да И Нет Нет Дабы Вам Не Подпасть Осуждению Слания Якова Пятая Глава Двенадцатый Стих До Приема В число Оглашенных Привести Свою Жизнь Неработу В вопросе Брака В соответствии С догматическими И нравственными Требованиями Требованиями Святой Православной Церкви И При Несоответствии Своих Занятий Оставить Их Уйти Из Учебного Заведения Если Заранее Зная Что Придется Там Поступать Не По Правде Ложь Совершенно Запрещена В любой Форме Оглашенные Обязаны Исполнять Все Касающиеся И Верных В отношении Дисциплины И Десятины Один Закон Добудет Для Вас Как Для Природного Жителя Из Сынов Израилевых Так И Для Пришельца Живущего У Вас Если Кто Сделает Что По Ошибке Число 15 29 Восьмое Облик Священнослужителя Даже Внешне Должен Соответствовать Церковным Канонам Небритый Бороду И усы Не Постригать Истовые Поклоны Поведение Достойное Неукоризненное Это Касается И Всех Членов Церкви Мужчинам Не брить И Не Постригать Бороды И Не Творить Сей Блудодейной Ереси И Мужам Не Растить Длинных Волос На Голове Цитата Из Библии Не Сама Ли Природа Учит Вас Что Если Муж Растит Волосы То Это Бесчесть Для Него Первое Послание Коринфянам Одиннадцатая Глава Четырнадцатый Стих И Сто Собор Сороковое Правило Женщинам Волосы Не Стричь Если Которая Жена Ради Мнимого Подвижничества Острижет Волосы Которые Дал Ей Бог В Напоминание Подчиненности Такая Как Нарушающая Заповедь Подчиненности Да Будет Под Клятвою Гангстский Собор Семнадцатое Правило Еще Цитата Во Христа Крещением Облегшиеся Дали Обет Подражать Жизни Его Того Ради Волосы На голове Ковреду Смотрящих Искусственными Плетениями Располагающих И Убирающих И Таким Образом Неутвержденные Души Прельщающих Отечески Врачуем Приличной Петемией Руковольствия Их Как Детей И Научая Целомудренно Жить А Оставив Прелесть И Суету Плоти К Негиблющей И Блаженной Жизни Ум Непрестанно Направляют И Чистое Со Страхом Пребывания Имеют И Очищением Жития Насколько Можно К Богу Приближаются И Внутреннего Более Нежели Внешнего Человека Украшают Добродетелями И Благими И Непорочными Нравами И Да Не Носят В себе Никакого Остатка Порочности Происшедшей От Сопротивника Если Жи Кто Вопреки Сему Правилу Поступит Да Будет Отлучен Шестой Вселенский Собор Девяносто Шестое Правило Благоприличие В одежде Мужам Не Носить Галстука Всегда Всем Носить Крест Пояс Цитата Они Сказали Ему Человек Тот Весь В Волосах И Кожаным Поясом Под Поясом По По Чреслам Своим И Сказал Он Это Илия Фессветянин Четвертая Книга Царств Первая Глава Восьмой Стих Еще Цитата Да Будет Оно Ему Как Одежда В Которую Он Одевается И Как Пояс Которым Всегда Пояс Псалом Сто Восьмой Девятнадцатый Стих И Будет Вместо Благовония Зловония И Вместо Пояса Будет Веревка И Вместо Завитых Волос Плеш И Вместо Широкой И Панчи Узкое Вретище Вместо Красоты Клеймо Рок Исайя 3 глава 23 стих Матфея 3 глава 4 стих 10 глава 9 стих Книга Деяний 12.8 21.11 Откровение 1.13 15 глава 6 стих Евангелие От Луки 12 глава 35 стих 37 17 глава 8 стих 1 Петра 1 глава 13 стих Ефесянам 6.14 Рубашку Носить На выпуск По русскому Обычаю Под пояс Не в брюки Заправленную Женщинам В храме Быть В длинном Одеянии Край Платья Касается Ступни Ног Руки Всех Должны Быть Закрыты До кистей На молитве В храме И За едой В храме И на молитве Дома Женщинам Обязательно По форме Платок Под булавку Не в меховых Или иных Шапках Не носить Женам Мужской Одежды Цитата На женщине Не должно Быть Мужской Одежды И мужчина Не должен Одеваться В женское Платье Ибо Мерзок Пред Господом Богом Твоим Всякий Делающий Сие Нига Второзакония 22 глава 5 стих 100 главы Собор 38 90 правила Никаких Украшений Косметики Цитата И сказал Господь За то Что дочери Сиона Надменны И ходят Подняв Шею И обольщая Взорами И выступают Величавою Поступью И гремят Цепочками На ногах Оголит Господь Темя Дочерей Сиона И обнажит Господь Срамоту Их В тот День Отнимет Господь Красивые Цепочки На ногах И звездочки И уночки Серги Ожерель И опахала У вясла И запястья И пояса И сосуд С духами И привески Волшебные Перстни И кольца В носу В верхнюю Одежду И нижнюю И платки И кошельки Светлые Тонкие И панчи И повязки И покрывала И будет Вместо Благовония Зловония И вместо Пояса Будет Веревка И вместо Завитых Волос Порог Исаия Третья Глава Шестнадцатая Шестнадцатого По двадцать Третьей Стихи Еще цитата Да Будет Украшением Вашим Не Внешнее Плетение Волос Не Золотые Уборы Или Нарядность В одежде Но Сокровенные Сердца Человек В нетленной Красоте Кроткого И молчаливого Духа Что Драгоценно Пред Богом Так Некогда И святые Жены Уповавшие На Бога Украшали Себя Повинуясь Своим Мужьям Первое Послание Петра Третья Глава С третьего По пятой Стихи Еще Цитата Чтобы Также И жены В приличном Одеянии Со Стыдливостью И Целомудрием Украшали Себя Ни Плетением Волос Ни Золотом Ни Жемчугом Ни Многоценной Одеждой Первое Тимофею 2.9 Не Допускать Входа В храм В неприличном Виде Женщин Накрашенных Или В брюках Или Без Платка В воскресные Дни В двунадесятые Праздники Не Заниматься Обычной Работой Но Прожняться В молитве Заниматься Словом Божьим Посещать Посещать Больных Отдыхать На лоне Природы Разрешается Работать Только На тех Работах Которые Позволены Медицина Животноводство Охрана От Святого Дня Воскресения Христа Бога Нашего До Недели Новой Вовсю Седмицу Верные Должны Во святых Церквах Непрестанно Опражнять В псалмах И пениях И песнях Духовных Радуясь И торжествуя Во Христе И чтению Божественных Писаний Внимая И святыми Тайнами Наслаждаясь Ибо Таким Образом Со Христом Вместе Воскреснем И вознесемся Того Ради Отнюдь Вреченные Дни Да Не Бывает Конское Арестание Или Иное Народное Зрелище Шестой Вселенский Собор Шестьдесят Шестое Правило Второй Двенадцатое Правило Пятый Второзаконенное Двенадцать Пятый А день Судьбой Суббота Господу Богу Твоему Не Делай Вон И Никакого Дела Ни Ты Ни Сын Твой Ни Дочь Твоя Ни Раб Твой Ни Раб Ни Твоя Ни Вол Твой Ни Осел Твой Ни Всякий Искот Твой Исход Двенадцать Десять Не Подобает Христианам Иудействовать И Субботу Праздновать Но Работать Им Всей День А День Воскресный Подобает Преимущественно Праздновать Если Могут Как Христианам Если Же Обнаружатся Иудействующие Да Будет Анафема От Христа Ладыкийский Собор Двадцать Девятое Правило Евангелие От Матфея Двенадцатая Глава С пятого По десятой Стихи Евангелие От Марка Третья Глава Со второго По четвертой Стихи Стоглавый Собор Двадцать Первое Правило Для Для всех Членов Церкви Совершенно Недопустимо Непотребство В виде Табакокурения Наркотиков Запрещено Пьянство Хождение На зрелище Театр Ипподром И Подобное А также Просмотр Нехристианских Телепередач Игра В кости Шашматы Пляски Танцы Стоглавый Собор Девяносто Второе Правило Третья Четвертое Иоанн Златоуст Восьмой Нементом Двести Десятая Страница Так что Запрещается Не только Заниматься Но и Читать Книги Интересоваться Астрологией Эстросенсорикой Нетрадиционной Медициной Лочиться Лечиться У телебесов И бабок Шептух Все это Приравнивается К течайшему Греху Волшебства Колдовства Ворожбы Правил Василия Великого 65 И 72 Цитата Предающиеся Волшебникам Или другим Подобным Дабы узнать От них Что Вас Хотят Им Открыть Согласно С прежними Отеческими О них Постановлениями Да Подлежат Правилу Шестилетней Эпитемии Той же Эпитемии Надлежит Подвергать И тех Которые Водят Медведиц Или Иных Животных На Посмешище И На Вред Простейших И Соединяя Обман С Безумием Произносят Гадания О Счастье О Судьбе О Родословии И Много Других Подобных Толков Равные Так И Следуем Облагогонителей Обаятелей Делателей Предохранительных Талисманов И Колдунов Закосневающих Ж Всем И Не Обращающихся И Не Убегающих От Таковых Пагубных И Языческих Вымыслов Определяем Совсем Извергать Из церкви Как И Священные Правила Повелевают Ибо Какое Общение Света С Тьмою Как Говорит Апостол 2 Коринфянам 6 15 Или Какое Сложение Церкви Божией Со Идолы Или Какая Часть Верному С Неверным Какое Согласие Христа С Велиаром 6 Вселенский Собор Шестьдесят Первое И Двадцать Четвертое Правила Волхвоющие И последующие Языческим Обычаям Или Вварящие Неких В домы Свои Ради Изыскания Волшебств Или ради Очищения Подвергаются Правилу Пятилетнего Покаяния По степеням Установленным Три Лета Преподания И Два Лета Молитвы Без Приобщения Святых Тайн Анкирский Собор Двадцать Четвертое Правило Правило Василия Великого Восемьдесят Третье Это Гора Низ Чего это Такой Игнать Тихонич Третье Правило Роза Мира Даниила Андреева Рерих Иванов Нострадам Сванга И тому Подобное Все это Бесовщина Влекущая Интересующихся Ими Как и Явление НЛО Полтергейст В гиену К дьяволу Подобные Книги Нужно Сжечь Цитата Ворожей Не оставляй Живых Книга Исход 22 Глава 18 Нет Волшебства В Иакове И нет Ворожбы В Израиле В свое Время Скажут Об Иакове И об Израиле Вот что Творит Бог Числа 23 23 А Из Занимавшихся Чародейством Довольно Многие Собрав Книги Свои Сожгли Перед Всеми И сложили Цены Их И оказалось Их На 50 Тысяч Драхм Деяния 19 19 Исход Восьмая 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 Глава 19 Стих Второзаконие 18 Глава 10 По 12 Возлюбленные Не Всякому Духу Верьте Но Испытывайте Духов От Бога Ли Они Потому Что Много Лжепророков Появилось В мире Духа Божия И Духа Заблуждения Узнавайте Так Всякий Дух Который Исповедует Иисуса Христа Пришедшего Воплоти Есть От Бога А Всякий Дух Который Не Исповедует Иисуса Христа Пришедшего Воплоти Не Есть От Бога Но Это Дух Антихриста Которого Вы Слышали Что Он Придет И Теперь Есть Уже В Мире 1 Иоанна 4 Глава 1 По 3 2 Фессалони 2 Глава 9 По 12 Галатам 5 20 Необходимо Чтобы Проводились Вне Богослужебные Собеседования Для Разрешения Всех Вопросов 9 Содержание Священнослужителей Должно Быть Только И Единственное Через Отдание Каждым Десятины Со Всех Прибытков Цитата И Всякая Десятина На земле Из семян Земли И Из плодов Дерево Принадлежит Господу Это Святыня Господня Книга Левит 27 30 А Сынам Левия Вот Я Дал В удел Десятину Из Всего Что У Израиля За Службу Их За То Что Они Отправляют Службы Скини Собрания Числа 18 Глава 21 И туда Приносите Все сожжения Ваши И жертвы Ваши И десятины Ваши И возношения Рук Ваших И обеты Ваши И добровольные Приношения Ваши И мирные Жертвы Ваши И первенцев Крупного Скота Вашего И мелкого Скота Вашего Второзакония 12 Глава 6 Стих Еще Цитата И начатки Из Молотого Хлеба Нашего И приношений Наших И плодов От всякого Дерева Вина И масла Мы будем Доставлять Священникам В кладовые При доме Бога Нашего И десятину Земли Нашей Левитом Они Левиты Будут Брать Десятину Во всех Городах Где у нас Земледелие Книга Неми Пророка 10 Глава 37 Стих Содней Отцов Ваших Вы Отступили От уставов Моих И не Соблюдаете Их А обратитесь Ко мне И я Обращусь К вам Говорит Господь Саваоф Вы скажете Как нам Обратиться Можно ли Человеку Обкрадывать Бога А вы Обкрадываете Меня Скажете Чем Обкрадываем Мы Тебя Десятиною И приношениями Проклятием Вы Прокляты Потому что Вы Весь Народ Обкрадываете Меня Принесите Мне Все Принесите Все Десятины В дом Хранилища Чтобы В доме Моем Была Пища И хотя В этом Испытайте Меня Говорит Господь Саваоф Не Открою Ли Я Для вас Отверстий Небесных И не Залью Ли На вас Благословение До избытка Порок Малахия Третья Глава Восьмой Стих Житие Святого Николая Касаткина Цитата Бог Не Дал Иных Средств Священникам Кроме Добровольных Пожертвований Цитата Из Библии Ибо Говорю Вам Если Праведность Ваша Не Превзойдет Праведности Книжников И Фарисеев То Вы Не Войдете В Царство Небесное Матфея 5.20 Лука 18.12 Еще Цитата При Всяком Даре Имей лице Веселое И В радости Посвящай Десятину Книга Серахов 35.8 Повелеваем Епископу Иметь Власть Над Церковным Имением Имуществом Если Драгоценные Человеческие Души Ему Вверены Быть Должны То Насколько Важнее Заповедать О деньгах Чтобы Он Всем Распоряжался По Своей Власти И Требующим Через Пресвятеров И Дьяковов Подавался Страхом Божиим И Со Всяким Благоговением Также Если Необходимо И Сам Заимствовал На Необходимые Нуды Свои И Странно Приемлемых Посещающих Братьев Чтобы Они Не Терпели Недостатка Ни В Каком Отношении И Закон Божий Постановил Чтобы Служащие Алтарю От Алтаря Питались Так же Как И Воин Никогда Не Поднимет Оружие На Врага Для Своего Пропитания Апостольское Правило 41 В Армянской Стране Как мы Видали Бывает И Сие Что Некоторые Сварив Части Мяса Внутрь Священных Алтарей Приносят Части И Разделяют Священникам По Иудейскому Обычаю Посему Соблюдая Чистоту Церкви Определяем Да Не Будет Позволено Никому Из Священников Отделенные Части Мяса От Приносящих Принимать Но Тем Додовольствуются Они Что Захочет Дать Приносящий И Такое Приношение Добывает Вне Церкви Если Же Кто Не Так Это Делает Да Будет Отлучен Шестой Вселенский Собор Девятое И Девяносто Девять Правила Девятое Еще Цитата Рассуждено Да Не Бывают Эпископы И Пресвитеры И Дьяконы Откупателями Ради Корысти Или Управителями И Да Не Обретают Пропитание Занятием Бесчестным Или Презрительным Ибо Должен Стоит Взирать На Написанное Никто Воинствуя Богу Не Обязуется Куплями Житейскими Никакой Воин Не Связывает Себя Делами Житейскими Чтобы Угодить Военачальнику Второе Тимофею Два Четыре Кафрагенский Девятнадцать Отныне Клирик Да Не Определяется К двум Церквам Ибо Сие Свойственно Торговле И Низкому Своекорыстию И чуждо Церковного Обычая Ибо Мы Слышали От Самого Гласа Господня Что Не Может Кто Либо Двум Господам Работать Ибо Одного Возненавидит А Другого Возлюбит Или Одного Держится А Другом Же Вознеродит Матфея 6.24 Того Ради Всяк По Апостольскому Слову В чем Призван Есть В том Должен Пребывать И Находиться При Данной Церкви Ибо Что Для Низкой Корысти В церковных Делах Бывает То Становится Чуждым Бога Для Потребности Жесие Жизни Есть Различные Занятия И Сими Если Кто Пожелает Да Приобретает Потребное Для Тела Ибо Апостол Сказал Требованию Моему И Бывших Со Мною Послужили Руки Моисии Деяне 20.34 И Сие Наблюдать Всем Богоспасаемом Граде А в Прочих Местах По Недостатку В Людях Допустить Изъятие 7.24 Вселенский Собор 15.0 Правило Вторая Десятина Более Или Менее Ее На Бедных На Нуждающихся Кто Щедро Сеет Тот Щедро И Пожнет Третья Десятина По Желанию Каждого Расходы На Жертву На Свечу На Илей На Строительство Храма На Бесплатно Рассылаемую Литературу На Даримые Крестики Новокрещенным Цитата Я Же Один Часто Ходил В Иерусалим На Праздники Как Предписано Всему Израилю Становлением Вечным С Начатками И Десятинами Произведений Земли И Начатками Шерстин Овец И Отдавал Это Священникам Сынам Аароновым Для Жертвенника Десятину Всех Произведений Давал Сынам Левийным Служащим В Иерусалиме Другую Десятину Продавал И Каждый Год Ходил И Сдерживал Ее В Иерусалиме А Третью Давал Кому Следовало Как Заповедали Мне Девор Мать Отца Моего Когда Я Остался Сиротою Книга Товид 1 Глава 6 По 8 Стихи В Киеве На месте Гибели Первомучеников Феодора Иоанна Была Воздвинута Десятинная Церковь Во имя Успения Божьей Матери Ставшая Центром Общерусского Сбора Церковной Десятины Пожалованной Церкви Святым Князем Владимиром Василием В Крещении Деньги Подарки Не брать За требы Таинства Стоглавый Собор 44 45 23 Правила Цитата Никто Из епископов Или Пресвитеров Или Диаконов Преподавая Пречистое Причастие Да не Будет От Пречащающих От Пречащающих От Пречащающегося За таковое Пречащение Денег Не требует Или Чего Иного Ибо Благодать Не Продается И мы Не за Деньги Преподаем Освящение Духа Но Неухищренно Должны Преподавать Оное Достойным Всего Дара Если Же Кто Из Числящихся В Клире Усмотрен Будет Требующим Какого Либо Рода Воздаяния От Того Кому Преподает Пречистое Причастие Да Будет Извержен Как Ревнитель Симонова Заблуждения И Коварства Шестой Вселенский Собор 23 правило Апостольское 29 Мерзость Сребролюбия Настолько Возобладала Водителями Церквей Так Что Некоторые Из Глаголемых Благоговейных Мужей Жен Забыв Господне Заповеди Заблудились И Священный Чин И Монашеское Житие Вступающих Приемлют За Злато И Бывает Как Глаголит Василий Великий Непотребно Все Чего Сначала Нечисто Потому Что Богу И Богатству Служить Нельзя Всего Ради Если Усмотрен Будет Кто Либо Сие Творящий То Епископ Или Игумен Или Кто Либо Из Священнического Чина Или Да Перестанет Или Да Будет Извержен По Второму Правилу Второго Халдеонского Святого Собора А Игумене Да Изгонится Из Монастыря И Да Предастся В Иной Монастырь Послушания Равно Как Игумен Не Имеющий Пресвитерского Рукоположения А О То Что Дают Родители Детям По Подобию Вина И О Вещах Приносимых Из Собственности С Объявлением От Приносящего Что Посвящаются Богу Мы Определили Да Пребудут По Обещанию Их Пребудет Ли Принесший В Монастыре Или Уйдет Если Не Будет Всему Вины В Настоятеле Седьмой Вселенский Собор Правило Девятнадцатое Сегодня Закончим На этом Остановись Это Такое Подробное Пришлось Все Составлять И Правила Вынести Микрофон Выключен Вот такое Подробное Правило Это Все Выписать Надо Было Сделано Это Ну Только У нас Я Больше Не Отрещал В Интернете Это Необходимо Это Знать Всем Христианам Иначе Просто Игра Какая То Идет Вот Это Правило Которое Составили Святые Мужи Что Был Порядок Чинность Определенная Цель Достичь Царства Небесного Иначе Зачем Господь Все эти Правила Давал И Притом Под Страхом Смерти Запрещалось Состав Делать Которым Помазывали Священников Вот Это Рукоположение Которое Сектантов Это Дофана Верон и Корей Правила Ни одного Не будут Исполнять Начинают Рассуждать Чего-то Говорить А Говорить Не надо Надо Исполнять У Меня Тут Сестра Бывает Иногда Приходит Моя Сестра Я Не Вижу Евдокия Сегодня Нету Вроде Б И Она Говорит Выезжала На Машине А В Это Время Ее Там Остановил Тогда Милиционер Это В Киргизии Было Но Я Ему Говорю Он Говорит Штраф Тогда Деньги Другие Были Еще 10 Рублей По Нашему Может 100 Она Говорит Да Это Не Я Виновата Он Говорит 20 Рублей 20 Я Говорит Так Она Первая Подошла Он Говорит 30 Рублей Я Говорит Понял Еще Слово Скажу Будет 50 Я Скорее Дала И Поехала С Нами Только Так И Разговаривать Я В Америке Когда Была Сдалека Смотрю Так Ну Недалека Там Копы Завод Полицейские Он Остановил У Него Мотоцикл Такой Черного Цвета С Разными Зеркалами А Она На Машине Он Остановил Подошел К Я Гляжу Он Что Пишет Я Я тогда Спрашиваю Своего Который Меня Там Знакомит С Америкой Я Говорят Что Делать Он Говорит Чех Выписывает Ей Так Она Ехала Нормально Значит Ненормально Так Она Как Опровергать А в суде Говорит Там Придет У него Все Заснято И Она Сразу Заплатила Потому Что Через Один Сейчас Уже Сумма Будет Другая Вот Он Едет Корреспондент Советский С одним Там Ну И Что-то Там Сделали Не Так Он Говорит Дай Мне Взаимы 25 Долларов Надо Дать Так Ты Еще У тебя Нет С собой Нет Ну Потом Заплатишь Нет Потом Мне Придется Уже 30 Или 35 Платить Вот Как Думают Приехали Из Испании В Великобританию И Они Все Студенты Юридического Факультета Ну Что Они Там Сделали Поставили Машины Не Там А Там Специально Уходят Чтобы Была Щель В Которую Если Подойдет Полицейский Что положить Как Это Так Делать Я Тоже Не Знаю И Они Пришли У них На Сиденье У Всех За Нарушение Штрап Сколько Чего Я Не Знаю И Они Говорят Свои Машины Даже Не Знаю Что Там Побежали Скорее Ближайший Банк Скорее Рассуждение Вот О Десятине Бывает Прямо Из Себя Выходит Поэтому Неблагословенные Люди Потому Что Обкрадывает Бога Десятина Нам Не Принадлежит Господь Говорит Вы Обкрадываете Меня Как Обкрадываете Это Мое Нет Это Мое Бог Говорит Я Приложил Твоим 90 Рублям Свои А Ты Украл Обкрадываете Слушайте Внимательно Вторая Глава Малахия Пророка Поэтому Десятину Человек Ворованную Иди Она Не Тебе Не Принадлежит Вот Один раз Тебе Настроено Это Что Господь Предложил Ее Тебе И Ты Обязан Вернуть Приезжай К добру Вот У меня Надежда Васильевна Сварит Там Что-то Суп Хороший Там Кашку А тут Живут Бабушки Одинокие Беспризорные Она Племянника Он у нас Был Маленький Там Это Не Его Но Он Уже Привещается К Состраданию И Везде Правила Без Правил Нет Еще Шалман И Поэтому У нас Вот А вам Правило На Правило Какое Придумывали Правило Люди А не Те Которые Каноны Их И Не Было Писали Люди Движимые Духом Святым Как Священное Писание Я Твердо Это Заявляю Потому Что У нас Все Это Соблюдается Правило И Они Хорошие И У нас Без Напрягу Никто Правила Эти Не Помнит Закон Написан Для Преступников А Если Ты Все Живешь По ним Тебе И закон При чем Тут Ну а При чем Без сети На Ветхом Завете Была Нет Что Касается Плоти Бог Нигде Ничего Не Изменил Была Борода Значит Есть Брови Были Они Есть Сейчас И Как Мужчина Был Божия Дать Которая Внутри Человека Ну Все Тут Допустим Человек Берет В аренду Что-то Там Машину Бывает Лыжи Берет Даже Ну И Зади Катается А потом Приносит Сломал Заплатил Бывает Машину Берут Он На ней Там Ездит И Зарабатывает Деньги А какую-то Часть Должен отдать Почему Аренда Тебе Она Не принадлежит Так И здесь Вот Бога Возьми в соучастники твоих Прибытков Говорит Ян Златоуст Земля Чья Божья Ну Ты ее творил Нет Она много значит Ну Земли нет Так И нас не будет Ну А почему тебе Богу-то не отдать Там Десятину Так Десятину Уходит Не только Земля Но и Небо Облака Звезды Кто сотворил Солнце Кто Без солнца Все бы оледенело Бог Воздух Растворяемый Воздух О Бог Вода Вода Это от Бога Ну так Почему тебе не поделиться С Богом Бог говорит Тебе 90 А мне Ну допустим Мы договорились Что-то вместе делать Собирать Что-нибудь Металлолом сдавать Пополам делим Да пополам Но Бог Все дал сам И берет только Десятину Ты должен день и ночь Благодарить Десятину всего лишь А уже сверху этого Тавит Первый глав Восьмой стих Я говорит Платил всегда Три десятины Благословение Это от чего зависит Не от того Что ты умный Там университеты Кончал А благословение От Господа Все по-другому будет Я не то что так А просто Моим Господом Хвалюсь Люди понять не могут Я первый раз Услышал о Десятине Первый раз Работал на корабле Я просчитал И услышал разговор Я подумал Почему Десятину Я больше платить буду Потому что я увидел Дальше Бог говорит Не открою Или я небо для вас Не просыплю На вас Как из рога Изобилия Это было В 1962 году А сейчас 2019 Посчитай Сколько лет Я ни разу Не пожалел И эту жизнь Прожил Всю жизнь Платил Девять десятин А я их Своими не считал Девять Но поэтому Приходилось Две-три работы брать Работы такие Чтобы денежные были У тебя печник Сорок лет был Печи Это дорого стоит Тебя и накормят И напоят И благодарны люди Вот А тут Одну Десятину Не выжмешь Начинают А это вам надо Вот у нас Одна была тут Сестра И она ушла Ушла В Московскую Патриархию Там Ну Другая церковь А потом Видит она там Не так Все И она обратно Пришла Ну мы сказали ей Устроили тут допрос А ты платила Там десятину Она нет Значит Ты своровала у Бога У меня воруйте Господь говорит Похищайте Поэтому Тебя принять Мы не можем Пока ты не рассчитаешься Воровок мы не принимаем Она заплакала У меня пенсия Там маленькая Ну да Когда ты давала Пенсии десятину У тебя тут Не хватало У нас быть А ушла там Сколько ты была Три года Считай За три года Сколько будет Какая пенсия Она И все это мы засняли Она ревод Так на нас там Напали в интернете Ну Спрашивать кого там Ну Ничего не знает человек Она нету Тогда я сказал Ладно Мы деньги посчитали Сколько Сейчас все деньги даю Сергей Павлович Поезжай Заплати Выкупи нашу сестру Это другое место Мы не для себя Это берем Перед Богом Перед Богом Но она говорит У них там собирали На строительство Что-то храм Я тоже платила Сколько платила Сколько высчитали Потом уже Как бы из десятины Остается там меньше Ну все Уладили конфликт Мы собираем Выкупить ее И везти деньги Тому священнику Где было три года Вот они тогда уже думают Как это Мы даем пример Ты какой Страх перед Богом Вам видно Как голуби летают У меня Разбежали Да Видно Ах ты Да Игорь Летихович Ну вот Значит Помолитесь об этом Тоже Чтобы десятина была Как Тавид платил Три десятины Три А я взял Да умножил на три Получилось девять А куда делали деньги Деньги пускали Кому-то отдавали А остальное Мы отдавали баптистам Как так Православным баптистам Да так У них разделились Инициативники назывались Совет Церкви И они подпольно Издавали Евангелие На ней Евангелие отдавали А там написано Продажа не подлежит Бесплатно Я каждый раз Когда видел И на душе Было как Или Это наше Там тоже есть копеечки А кто православный делал Да никогда и не будет делать Во веки веком Как старобрядцы говорят А где вы это слышали Что отплатить деньги Да нигде не слышал Сердце мое подсказало Я люблю быть благословенным Я после этого При смерти не раз был Не раз И Господь Проводил меня Почему благодать Вот Батюшка продал У него воронок был Жеребщик И там купил другой Другое Хомут надевают Другой стороной Да там Ну и поехали встречать На вокзал Там Потеряевки На подстепном Разезде Ну не проверили его Ну человек-то Рохли И он как пошел Оглобь я там в сторону А у него только На одних вожжах А мы сидим И женщина с ребенком С грудным сидит И рядом сидит Со мной парень Немец один А далеко-далеко Там впереди На дороге На дороге видно Машин много стоит Что они там Линию что ли там Подправляли И они увидели Что у нас такое Они выскочили навстречу И коня Чтобы за узду поймать А он конь-то и остановился А парень этот говорил Да я сидел Говорит спокойно Я знал Ничего с нами не случится Потому что с нами Вы Игнатий Тихонович Я думаю Вот это да Я молюсь Богу где-то А человек сидит Спокойно Спокойно С такой уверенностью Сказал С нами я понял Ничего не случится Это чего-то стоит Вот так Господь делает Подкрепляет нас А вы так не думали? Конечно не думал Я думал сейчас разобьет Опрокинет телегу Он по полю Несется Конь-то Жеребец А его там Это оглобля Это бьет Как будто гонит А я натянул Возже После приехал Говорю Николай Ну разве можно Так запрягать лошадь Я же дури Не проверил тебя Ну что проверять Запряженно Простел и поехал Ну еще дальше Перепрягли И доехали Десятина У меня стихотворение Есть Десятина Если можно Чуть-чуть Только подождите Сейчас я загляну В стихотворение Могу даже прочитать Вот такое дело Стихи Сейчас Где они у меня Тут стихи Вот они Стихи Разные Сейчас Десятина Десятину Бог установил Вам не видно Наверное На экране У меня Вот Тридцать шесть строчек И напротив Каждой строчки Место из Библии Глава и стих Десятина А вы включите Демонстрацию Игнать Тихонич А? Там такие Вот смотрите Вот Есть такие Два Квадратика На них тыкаете Демонстрацию Экрана И мы будем Видеть текст Так мне надо Вернуться сначала На экран Где демонстрацию Это считать Надо Зайти Опять Где Где демонстрация Экрана Тут Ну вот Справа Сердечко Мигает И Потом Два квадратика Такие Параметры Демонстрация Экрана А что Она не отображается А вот Нашел Нажать на нее Надо Да Я нажал И потом Начать А сейчас Что сделать Нажать Демонстрацию Вот так Да Сейчас вам видно Нет Сейчас появится Вот сейчас Видно Вот сейчас Да Сейчас переключайте На текст Вот Все видно Сейчас А вот смотри Напротив каждой строчки Священного Писания Таких стихов Никогда Нигде не было Ни в одной стране Ни в одном столетии Ни у кого Ни у Пушкина Ни у одного поэта Нету А как вы догадались Не знаю Рука подставила Ну я знаю Где написано И все выставил И вот смотрите 36 строчек 36 раз Надо Библию открыть Оригинально Красиво Десятину С неба Из обилия послать Десятину Не кради у Бога Милостей получишь Без счисла Так Одна десятая всего То чего коснулись Десять пальцев Штор отмерил разум Ногой Изначально К нашему прижалась Эту красоту Излишек счастья Саваоф На время нам вручил Осветить Твое Десятое счастье К милостыне С детства приучить Не смотри Что в храме Есть достаток Покорись Смиренно Перед словом С неворованным И солнцу Статку сладок Послушание Ляжет в изголовье Десятина Уберет торговлю Установит В храмах Тишину Приноси Ее по доброй воле Приучи К тому Детей Жену Десятина Чудная картина Гармоничность Чинность Высота Без нее Мы все Под карантином У разрушенного Жадностью Моста 26 июня 2003 года Игнатий Лапкин Ну и как? Любовь к Десятине Проявила стихотворение? Да Ну вот я еще могу сказать Я говорю то, что испытал Я не теоретик На практике Почему в интернете Я сколько раз Видел такое Меня считают Самым счастливым Человеком Которого люди Когда-либо встречали Счастливым Это значит Благословенным И главное Я спросил Я спросил Когда тут сидел Генералитет Мэр города Мы о вас говорили О вашем Всегда вы радостны И вас видно Почему вы делаете То, что вам нравится Мне нравится быть с людьми Нравится Вот эти девять Куплетов Они написаны были За девять лет В течение девяти лет Было написано Три тысячи Четыреста шестьдесят Сема таких стихотворений Отключите демонстрацию экрана Теперь все Сейчас Снова надо запустить Да Так Подожди Демонстрация Что-то я ее не найду Теперь Где она Открывать Параметры демонстрации Экрана сюда Да Так И остановить показ Остановим показ Остановил Все Опять В экран Да Сейчас Опять О чем я говорил Сергей Павлович Все дела свои Подгоди Чтоб в субботу был Потому что Возьмешь аппарат Я кого-то приглашу Мы будем С двух позиций снимать Если это будет На телевидении Там где-то Потому что Были вот наши Тут ребята Братья К Сергею Козлову Ездили То записывали Ни у кого Ничего нету Нету Ничего Не записалось А мы будем Записывать Не найден аппарат Я ему Первый вопрос Задам Ты не обидчивый Ну а дальше Уже понятно было С чего я хочу Так В субботу В 6.30 утра Прилетает А вот надо Все это узнать Из Москвы Во сколько Прилетает Я не знаю Все ссылаются Сергей Пупков Знает Он скажет Когда и во сколько Так что Ты на меня Скинь материал Во сколько И я сейчас Постараюсь Его достать Телефон И он тебе Или ты с ним Свяжешься Твой телефон Я туда скинул Ну что Все Расстаемся Дорогие мои Да С Богом С Богом Надеюсь Богодатская Тут тоже Я отошел Телефон 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 Телефон